Вот, что еще было интересного в Ловцах? В Ловцах мы серьезно столкнулись с озвучиванием животного. Вот, там есть вот этот вот мимей, который вроде как позиционируется как кошка. Ну, по всем признакам, да, как котеночек такой. Вот, кроме того, что озвучен он был в оригинале, там просто человеческим голосом японочка говорила «мяу». И причем еще она говорила «мяу» так, я не знаю, то ли они кошек не любят, то ли еще что-то вот очень непонятное. Вот, но разница есть, когда котенок играется или когда щенок играется. Это когда щенок играется, он подвискивает, вот, а котенок играет молча. А у него в фильме этот котенок повизгивал, как щенок. Вот, мы думали, ну что, ну как-то, нет, это дело не годится. А где взять, я говорю, ой, да кошек, сейчас, сейчас девочку позову какую-нибудь мяуколку, она там мне намяукает, нормально. Пять мяуколок перепробовал. Я говорю, девчат, подождите, мне котенок нужен этот, вот этот вот, а вы мне «мяу» сказали «мяу». А сам? Сам? Нет, не хватает дутонку все. Вот, потом, наконец, закончилось тем, что у меня уже цин шестилетний уже ходит. Я так посмотрел, думаю, а чего нет, а почему нет? Только давай в студию. Ну, он мне там напеликал, намекал, я некоторые моменты-то выбрал, думаю, ну да, годится, пойдет, конечно, да. Ну, это мало, ну, и потом, там, этот кот, Мими, там, он все-таки в разных ситуациях по-разному себя ведет, а этот одно и то же, и все. Вот, потом я посмотрел, у меня дома давно уже живет старушка-кись Барселона. Страдавище и кисть. Вот, причем она то ли голос потеряла, то ли из вежливости, так, в последнее время уже не мяукает, а так. Как-то разговаривает, ну, видит, мы не орем, наверное, дома, но и она тоже. Вот. Я говорю, ну, пошли. А я ее за хвост не тянул. Ну, ладно. Честно, хочу сказать. Я просто взял киску, зашел в студию, там, перед микрофончиком, начал ее гладить. Да она обрадовалась, она там замурчала, зачавкала, зачморкала. Это все в фильме можно будет потом. Когда он рыбку ест, и там... И опять, это все, это все живая кошка все надела. Она там начавкала, намурчала, напикала, ну, каких-то звуков утробных, таких кисячих, которых непередаваемо ничем. А гонорар кошки был? А? Гонорар кошки был? Гонорар... Гонорар... Да я ее кормлю! Не, наверное, лишнее, чтобы... Лишнее. У нее все, что я ей даю, лишнее. Вот так она и была. Я как посмотрел, что кошке надо, ложечка сухариков и ложка водички. Думаю, ничего, да, у меня в кошку пони кинуло, да, будет. Сухариков бы ей давал. И не было бы этой озвучки. И не было бы озвучки, да. Ну, закончилось все, закончилось все тем, что ей, в конце концов, кошка, зверь такой, гуляет сама по себе, когда 20 минут я от нее, ну, мяукни же ты. Ну, мяукни требовал. Ей уже надоело сидеть там на руках, даже когда ее чесали за все места. И она доялась, и она начала потихоньку выдираться, и вот тут она стала издавать звуки. И тут она издавала все вот эти вот звуки, когда там, когда эти... Ой, господи, как этих зверей-то звали, которые... Идзоку. А, Мин... Идзоку. Да, когда Идзоку первый раз и... Так что вот появились такие новые актеры в нашей студии. Можешь как-то драк есть? А? Можешь как-то драк будет? Есть. Да? Она есть уже в интернете, в исполнителях. И на сайте реанимедиа в студии, где есть фотографии всех актеров, даже ее фотографии. Браво! Вот ей коноравы, кстати, сказали. Вот так пришла популярность. Вот так пришла слава, да. Лейфон как дает? А? Лейфон как дает? Но пахнут они плохо. Вот. Нет, посадки прошли. Это был интересный момент. Вот такой с кошечкой еще. А, нам просто не вызывайте, если вы не читали. Еще момент. Интересных моментов на самом деле много. Интересных моментов много. Когда мы работали над принцессой Мононокией, работали над Евангелионом, вот, долго-долго шли переговоры, долго тянулась эта резина, тудым-судым. И в конце концов, наконец, сказали, все, давай, быстрее, чтобы прям в сентябре все было, сказали это в июле. Ну, ребят, ну, известно-то было вон когда, а это же вот, а сейчас лето, актеров нету, где кого писают. Я начинаю звонить по знакомым, по тем, по всем, начинаю звонить по городам по-разному. Ну, у нас уже есть, вот, оттуда приезжают, оттуда у меня в Липецке знакомый в управлении культуры, замначальника области. Я ему звоню, говорю, ну, Лодин, слушай, нужен брутальный мужской голос, у тебя там есть знакомый? Он говорит, есть, сейчас прибудут. Я не знаю, да, Липецка здесь 100 километров, 120. Буквально, ну, не через полчаса, ну, через час где-то. Ну, жигуленки приезжают, два вот таких вот мужика. Один из них еще с бородой. Вот один, так, кого ж ты сейчас учить надо? Отличен. Я говорю, подожди, ты хоть посмотри, давай я тебе покажу, как это самое, как вообще, в принципе, мы работаем. Я всегда, когда нового актера приглашаю, я показываю какие-то фрагменты из разных фильмов, чтобы он понял, что это не из бачи тайны, как по телевизору, а что это немножко другое, ну, просто, как бы, ну, совсем по-другому немножко. Вот. Я ему начинаю эти куски показывать, как актеры работают, степень искренности какая, все, все, все. Он на это не смотрит, он как ребенок, как первый раз увидел дайбастер, там, это все. Класс, хочу, давай. Нет. А при чем еще у него немножечко такая, не то, что говор, а вот манера разговора такая, ну, прямо Илья Мурович сакарожкой, о, кирюмпецка, все. Я думаю, да, куда же я его добавлю, что же я с этим делать-то буду? В принцессе Мононон, ну, ладно, не в принцессе, в Евангелионе, что ли? Я, знаешь, говорю, Игоречек так тихо, 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 еле-еле спокойно, тихо, тихо, и получился Генда. Я же сказала Генда Икари. Нет, да, Генда. Получился Генда Икари, вот, то есть все, что это, все, что из него перло из этого актера, он так вот это стержался, и все это отговаривал. Генда, по-моему, получился шикарный. Да, хороший. Вот. Кстати, недавно, вот, когда вышел Евангелион, я ему позвонил, он приехал, он такой радостный был, в восторге, как ребенок радовался. А когда я ему сказал, что еще фильм по стране идет, он вообще... Да я к тебе ездить буду. Вот. Вот такие вот вещи были на Евангелионе. Мы пытаемся, мы экспериментируем. Я попробовал на роль Синди актрису, которая никогда в жизни не занималась озвучкой. Которая женщина до мозга костей, которая всю жизнь свою, такая красавица высокая, всю жизнь свою проиграла на сцене драм-театра женщин, то есть она, девушек, женщин, то есть она в принципе не представляет себе, что такое мальчик, как это, что это, и что такое озвучка. Но опыт, но ее данные, ее талант и все вот это вот прочее меня очень сильно подогревало, мне было интересно все-таки, чтобы вдруг вот эта сила, эта мощь, вот эта судьба каким-то образом, ну чтобы не получился Синди вот этим сопливым. Мне с самого начала не хотелось делать его вот этой вот размазанной соплей, тем более, что я в фильме увидел, не сопля он. А кто даже в фильме увидел, не сопля он. Не сопля, ребята, не сопля. Да, мальчик, мальчик очень нормальный и очень сильный, просто он, просто ему немножечко не хватало любви родительской, и он совершенно справедливо говорит, что я, он не может понять, как, что такое спасать мир. Мир, спасать мир, это для него непонятно, а вот когда девочка гибнет, и ее надо спасти. Тут он вообще прям... Тут все понятно. Когда пацаны, вот они сейчас в заваруху попали, и им их надо как-то... То есть в эти моменты он не думает, что он кого-то спасает, у него руки сами делают, действуют. А если он не думает, а сам действует, значит он не сопля, значит у него внутри есть стержень, и он нормальный. Он нормальный, просто переходный возраст, все эти закидоны, это надо понимать. Вот, и вот мне кажется, что таким образом пригласив эту актрису, мне удалось все-таки добиться того, чего хотелось. Ну, а потом эта же актриса совершенно замечательным образом сделала... Леди Эбоси, ее, да, какое-то имя тоже правильно произнести. Да, госпожа Эбоси в принцессе Мононоке. Вот, мне тоже достаточно понравилось, как она там это все дело сработала. Ну, может быть, какие-то вопросы будут возникать? О, господи, это же каждый раз. Би-би-би-би-би-би! Не укатись!